Глубоко уважаемые президиум, глубоко уважаемые коллеги, позвольте прежде всего поблагодарить за возможность выступить с докладом, посвященный неодевантно-лекарственной терапии HER2-позитивного рака молочной железы. Актуальность данного сообщения, безусловно, не вызывает сомнений, поскольку за прошедшие 20 лет, пожалуй, наибольший прогресс в лечении рака молочной железы мы наблюдаем именно у данной категории больных. И сегодня хотелось бы отметить, что именно сегодня достаточно памятная и дорогая дата в истории нашего института. Ровно 40 лет назад, 30 марта 1976 года, в преддверии 50-летия нашего института, Министерство связи СССР выпустило почтовую марку, посвященную этому событию. В следующем году наш институт празднует 90-летие. И сегодня Владимир Федорович блестяще показал, что именно для рака молочной железы, если мы говорим о неодевантной терапии, если мы говорим о предоперационной терапии ранних стадий, колоссальную роль играет слаженная работа. За рубежом такая работа получила название Breast Unit. Компания, команда слаженной работы хирурга, химиотерапевта, врача лучевой диагностики, патолога, радиолога и других смежных профессий. Именно благодаря взаимопониманию и единой цели, а единой цели для неодевантной терапии, прежде всего, является достижение полного патоморфологического ответа. Именно полный патоморфологический ответ сегодня является суррогатным маркером увеличения общей и безрецидивной выживаемости. Особенно это ярко было продемонстрировано для больных HER2 позитивным раком молочной железы и трижды негативным раком молочной железы. И, безусловно, пациент прежде всего попадает в руки хирургу. Именно хирург определяет дальнейшую тактику ведения пациентов. И, безусловно, важнейшим аспектом является грамотная диагностика, основанная на патоморфологическом ответе, который должен дождаться пациент с последующей иммуногистохимической оценкой результата, включающей данные о рецепторах эстрогенов, прогестерона, эпидермального фактора роста второго типа, КИ-67. Это основные те маркеры, на которые мы ориентируемся для определения так называемого биологического суррогатного потипа рака молочной железы. И именно оценкой, конечной оценкой неодевантной терапии является тот ответ, который мы получаем, который мы ждем от патолога. И, прежде всего, лучше всего, если мы получим отсутствие остаточного инвазивного рака в ткани молочной железы и региональных лимфоузлах вне зависимости от наличия протоковой карциномы ин-ситу. В прошлом году Патрисия Картазар опубликовала инициированный FDA-метаанализ 12 международных исследований, в которые были включены также исследования Центра Владимира Федоровича Семиглазова, который четко обозначил, что именно для больных, относящихся к таким биологическим потипам, как HER2-позитивный, о котором сегодня в основном и будет идти речь, трижды негативный рак, именно для этих пациентов достижение безсобытийной выживаемости и общей выживаемости отмечается при достижении полного патоморфологического ответа. Наличие в материале к ациному ин-ситу также расценивается как достижение полного патоморфологического ответа. Исследование, которое легло в основу регистрации тростозумаба в неодевантном исследовании, это исследование NOAH. Наши центры Санкт-Петербурга набрали, пожалуй, наибольшее количество, включили в это исследование пациентов. Включались в это исследование больные местно распространенным, в том числе инфильтративно-отечным раком молочной железы. Больные включались в три различных рукава. В двух из рукавов обязательно назначалась химиотерапия тростозумабом. И, соответственно, был рукав HER2-позитивного рака молочной железы. Больные, которые не получали таргетную терапию тростозумабом. Конечными оценками данного исследования прежде всего являлась бессобытийная выживаемость. Дополнительными целями – это патоморфологический ответ, частота объективного ответа, общая выживаемость, безопасность и переносимость. И было четко показано, что те больные, которые получали в предоперационном режиме химиотерапию тростозумаб, достоверно у этих больных увеличивалась частота полных патоморфологических ответов. По сравнению с теми пациентами, которые не получали направленную на HER2-рецептор терапию. Но даже хотелось бы отметить, что к тому моменту уже стало известно, что таргетная терапия тростозумабом очень эффективна для данной категории больных. И наблюдался кроссовер, когда пациенты из группы, не получающие тростозумаб, перешли в группу пациентов, получающих таргетную терапию. И даже при этом кроссовере наблюдалась значимая разница в достижении полного патоморфологического ответа в этих двух группах. И хотелось бы сказать, что достижение полного патоморфологического ответа отразилось на статистически достоверном увеличении бессобытийной выживаемости. И что легло в основу регистрации тростозумаба в неодевантном лечении, в предоперационном лечении у больных HER2-позитивным раком молочной железы. Особенно у больных с местно распространенной стадией заболевания. На сегодняшний момент наиболее актуально стоит вопрос о двойной блокаде эпидермального фактора роста второго типа. Еще 15 лет назад, когда я была на приеме у Михалая Гершиновича, когда речь заходила о доцитокселе, мы все хватались за голову. Тростозумаб прошло еще 5 лет, даже каких-то 7 лет мы стали говорить о использовании тростозумаба. Потом мы стали использовать его год в одевантном режиме. Для нас сейчас это является тем стандартом, которому мы следуем. Но сейчас уже речь переходит на неодевантное лечение, потому что именно на предоперационном этапе мы можем определить чувствительность больных к тому или иному препарату. Многие из нас работают в клинических исследованиях, и мы видим, как клинические исследования переходят из одевантных когорты именно в неодевантные исследования. Потому что за короткий срок мы можем определить и выделить ту категорию больных, которые наиболее чувствительны к определенному виду терапии. А это определяется прежде всего, в том числе и по достижению полного патоморфологического ответа. Что же произошло, когда в нашей клинической практике появился второй препарат, направленный на эпидермальный фактор роста второго типа? Если сам по себе тростозумаб, связываясь с четвертым субдоменом, в результате антителозависимости от токсичности предотвращает протеолитическое отщепление внеклеточного домена, то пертозумаб – это ингибитор спаривания всех других рецепторов СХЕР-2, а их всего в этом семействе четыре, то в результате этого происходит ингибирование, подавление спаривания этих рецепторов, и в результате достигается достаточно активное, эффективное блокирование леганд индуцированных сигнальных путей. И вот эта двойная блокада приводит к максимально выраженному клиническому ответу. Прежде всего, это отразилось в исследовании «Неосфера», в котором наш институт также принимал достаточно активное участие. В данном исследовании, а Владимир Федорович об этом исследовании достаточно подробно говорил, больные были рандомизированы на четыре основных рукава. В одном из рукавов пациенты получали стандартную терапию, включающую тростозумаб с доцитокселом. Во втором рукаве к стандартной терапии добавлялся пертозумаб. Далее был рукав пертозумаба-тростозумаба, а мы, конечно, хотим выявить ту категорию больных, в котором с помощью таргетной терапии, без химиотерапии, которая так или иначе значительно снижает и отражается на качестве жизни больных, и к этому сейчас идут, что, возможно, мы придем к тому, что только с помощью таргетной терапии определенной категории больных мы будем назначать лечение и излечивать данную категорию больных. И далее также было интересно, а будет ли сам по себе пертозумаб в комбинации с доцитокселом работать и давать такой же результат, какой мы когда-то получили на комбинации тростозумаба с доцитокселом. Безусловно, все эти больные затем подвергались хирургическому лечению, и то, что вот сейчас та концепция, что если пациенты что-то недополучают до года в неодеванте, то они обязательно продолжают таргетную, направленную на HER2 рецептор терапию в одеванте. Что удобно, что сам по себе, если тростозумаб мы сначала вводим в нагрузочной дозе 8 мг на килограмм, затем переводим уже в режим поддержки 6 мг на килограмм, вводим раз в 3 недели, то для пертозумаба нам перерассчитывать дозу не нужно. Она существует в начале в виде нагрузочной дозы 840 мг, затем мы переводим пациентов в режим уже такой вот поддерживающий в дозе 420 мг один раз в 3 недели. Доцитоксел в данном исследовании вводился в стандартной дозировке 75 мг на метр квадратный с возможностью повышения дозы до 100 мг на метр квадратный в случае удовлетворительной переносимости. Все 4 группы были бы сбалансированы по основным важнейшим характеристикам. И важно, что благодаря добавлению пертозумаба, комбинации пертозумаба с химиотерапией привело к увеличению, практически у половины больных был достигнут полный патоморфоз, следовательно, практически половина больных будет, возможно, излечена от столь грозного заболевания. И что не менее важно, мы реже видим, когда полный патоморфоз достигается и в ткани молочной железы, или не по узлах. Вот именно в этом исследовании мы достигли полного патоморфоза практически у 40% больных, что в 2 раза чаще по сравнению со стандартной терапией тростозумабом и доцитокселом. Что хотелось бы сказать, что если мы говорим о профиле безопасности, то никогда и в ДИЕ не зарегистрируют комбинацию, если оно будет значимо токсично, и это будет представлять угрозу для жизни пациентов. Так вот, добавление пертозумаба к стандартной комбинации тростозумаба и доцитоксела не привело к увеличению никаких привычных для данной комбинации побочных эффектов. И что самое важное, это также не отразилось ни на предоперационном периоде, ни на послеоперационном периоде, если мы говорим о группах пертозумаба, тростозумаба и доцитоксела и стандартной терапии тростозумабом и доцитокселом. Безусловно, вот та категория больных, о которых Владимир Федорович тоже говорил, это именно комбинация двух таргетных препаратов, она практически не выражалась никакими побочными эффектами. И, конечно, если мы могли бы уже на раннем этапе определять ту категорию больных и имели бы такие вот маркеры предиктивные, которые могли бы нам подсказать, что именно эти больные не будут получать химиотерапию, и мы при этом получаем столь выраженный эффект, конечно, это было бы для нас крайне важно. И особенно важно для тех пациентов, которые в силу ряда обстоятельств, сопутствующей патологии или же возраста, не могут получать необходимую терапию. И в результате добавления пертозумаба к стандартной комбинации тростозумаба с доцитокселом мы достигли увеличения частоты пятилетней безрецидивной выживаемости в группе данной комбинации, и это отразилось снижением риска рецидива на 40%. И, кроме того, это было отмечено как в группе, и что наиболее важно, что снижение риска прогрессирования бессобытийной выживаемости на 46% было отмечено при достижении полного патоморфологического ответа в ткани молочной железы и в лимфоузлах. Еще одно достаточно интересное исследование о переносимости тростозумаба и антрациклинов неодевантной терапии, поскольку нам всем хорошо известно, что на локусе хромосоме рядом с HER2-геном соответственно располагается топоизомираза 2-альфа, маркер, чувствительный к антрациклиновым антибиотикам. И, безусловно, из всей категории больных наибольшая чувствительность к антрациклиновам наблюдается у больных HER2-позитивным раком молочной железы. Так вот, в этом исследовании, куда включались больные как первично-операбельным раком молочной железы, так и больные местно распространенным, включая инфильтративную отечную форму, больные были рандомизированы на три основных рукава. В одном из рукавов, опять-таки, к настоящему моменту получали комбинацию уже привычную для нас пертузумаба, тростозумаба, доцитоксела плюс карбоплотин 6 циклов. В другом рукаве больные сначала получали три цикла полихимиотерапии по схеме эффект, затем переходили и получали в дальнейшем химиотерапию доцитокселом в комбинации с двойной блокадой. И вот на третий рукав для нас представляет наибольший интерес, так как больные, получающие три цикла эффект и получающие три цикла доцитоксела, одновременно получали двойную блокаду пертузумаба и тростозумаба. И вот для нас было важно посмотреть, не отразится ли это на увеличении токсичности, кардиотоксичности, так как хорошо известно, что на кардиомиоцитах располагаются рецепторы HER2. И если, соответственно, мы даем один препарат, который направлен на HER2 рецептор, то, получается, мы должны очень аккуратно быть в данной комбинации, поскольку мы еще и добавляем пертузумаб, который априори должен был бы повышать кардиотоксичность. Но мы уже имеем четкие данные, что именно двойная блокада оказывает защитный эффект на кардиомиоциты. Но тут мы еще и добавляем антрациклиновые антибиотики, для которых в ряде случаев вообще может быть неожиданно для нас развиться острая сердечная недостаточность. Так что же в результате мы получили, что мы ожидаем от данной комбинации? И вот сюда входили опять-таки всем хорошо известные комбинации и названия препаратов, и я не буду на них подробно останавливаться, они вам всем хорошо известны. Хотелось бы сказать, что все эти три группы были сбалансированы по основным клиническим признакам, включающие общее состояние и, соответственно, рецепторный статус, и моногистохимические характеристики по HER2 статусу. И вот что очень важно, что именно кардиологическая безопасность, безусловно, была для нас первой точкой оценки эффективности данной терапии, и было показано, и вы можете просмотреть, что период, как период неодевантной терапии, так и период одевантной терапии, так и период последующего наблюдения не отражался значимо в увеличении кардиологической токсичности. Соответственно, для нас это является основанием для того, чтобы данный в одеванте в ряде случаев мы могли бы назначать терапию, соответственно, сначала антрациклинами, затем токсанами на фоне двойной блокады. Это касается сейчас на данном этапе только неодевантной терапии. И если говорить по частоте патоморфологических ответов в ткани молочной железы и лимфоузлах, то, безусловно, мы видим, что максимальный ответ до 60% и выше наблюдался у больных, которые получали как двойную блокаду, так и в целом комбинацию с химиотерапией, токсанами. И частота патоморфологического ответа была выше у больных с отрицательным рецепторным статусом по эстрогенам и прогестеронам. И вот это очень крайне важно, когда мы должны понимать, кому из пациентов важно вне одеванте, особенно важно назначать двойную блокаду с химиотерапией. И вот именно пациенты с отрицательным рецепторным статусом представляют для нас такую вот таргетную популяцию. И частота объективного ответа, посмотрите, колоссально, она равнялась практически у 100% больных, которые получали на терапии комбинации пертузумаба и тростузумаба. Основные результаты антихир-2 терапии, хотелось бы сказать, что если говорить о том количестве циклов, которые нужно использовать для неодеванта, то оптимальным на сегодняшний день является для нас, особенно учитывая стоимость препарата, а для неодеванта комбинация тростузумаба-пертузумаба сейчас включена в список ЖНВЛП, то для нас хотя бы 4 цикла являются обязательным для проведения именно этой двойной блокады. И хотелось бы еще раз сказать, что именно благодаря двойной блокаде мы достигаем не только практически 100% объективного ответа, мы у половины больных видим полный патоморфоз, но это отражается на данном этапе увеличением бессобытийной выживаемости больных. И при этом кардиологическая токсичность и общая токсичность не вырастают при добавлении к стандартной терапии тростузумаба и химиотерапии, при добавлении пертузумаба. И эта рекомендация сейчас стойко вошла во все существующие и американские, и европейские рекомендации. В том числе сейчас эта рекомендация озвучена в рекомендациях РОМ, российского общества онкомомологов. И мы, безусловно, не стоим на месте, и очень хотелось бы действительно ускорить ее, облегчить работу. Поэтому тростузумаб сейчас внутривенного ведения рекомендуется подкожное, соответственно, ведение. Это исследование Хана, которое показало, что ведение внутривенное и подкожное также эффективно и хорошо переносимо. И вот то, что говорил Владимир Феевич, мы получим ответ в исследовании Афинити, когда мы получим ответы по наблюдению за пациентами, которые в Адиванте будут получать двойную блокаду тростузумаба, пертузумаба вместе с химиотерапией. Я также благодарю вас всех за внимание, и мы ждем вас на белых ночах. Благодарю за внимание. Прошу за то, что немножко перебрала во времени. Прошу извините меня. Спасибо.